Истахан. То есть добавляйте кусок грового истахана свежевыжатого сока. Мы тут завтра посмотрим, я про соки там буду рассказывать. Вы увидите, как соки ратуют и так далее. Вот. Вы выпили регулярно. Потом смотрите. Утром, да? Это утром натощак. Утром натощак, да. Утром натощак. Что? А сок из свежевыжатого? Из свежевыжатого. Вот тут надо свежевыжатого. Свежевыжатого вы выпили. Потом примерно через полчаса вы, значит, ну, если хотите позавтракать, можно завтрак. Завтрак простой. Это гречневая каша, это там пшеная каша, это еще какое-то. И овощи. Овощи, знаете, тушеные, чтобы все тепленькое было. Вот. Постарайтесь в это время, вот в течение, ну, допустим, недель-трех, не есть хлеба. Мясо можно есть, опять-таки. Тушеные овощи, мысцу, да? Но вот, чтобы овощей было много, знаете, сколько много? Примерно раз в два-три больше, чем мясо. Вот тушеные овощи. Особенно хорошо это делает лето. Тогда вообще ничего не надо тушить. Салатик, порезанные огурчики, помидорчики. Что делают огурчики и помидорчики? Они содержат жидкость, которая быстренько всасывается в нашу кровь, а из крови у нас вырабатываются и шелочки, и все-все-все-все. И они становятся вязкими, текучими. Вязкими. Они становятся текучими. То есть все их жидкости наши от употребления свежевых жидкостей соков и салатов становятся текучими. Особенно от огурца, особенно от этого самого. От помидоров, вот такие там токожидкости, да? Ну, морковка не так, допустим, будет действовать, но это куришка, сколько известно. Скажите, а эти жидкости камочки можно чистить печень? Можно чистить печень, и они будут проскакивать вплоть до того, чтобы где-то вот такие вот. Но желательно, чтобы все-таки они были не твердые, а вот такие вот, полумягкие. Их называют конкрементами. Ну, если не боитесь, можно даже и... Тут все заключается в том, чтобы человек не... Да. Пожалуйста, что его нет, если с куришкой не выпустят. Сейчас, сейчас, сейчас. А вы сказали, что не есть хлеба, а еще кроме хлеба, вы мне еще все обречать? Желательно, а ручного не есть. Что делает мучной? Мучной является клеем. Клейстер, клейстер, понимаете? Кто много ест мучного, у того вязкая кровь, у того, значит, все. А вязкая кровь что она делает? Она под действием силы тяжести, только спускается к ногам. К ногам спускается, начинаются проблемы. Поэтому... А молочное в это время можно есть? Молочное можно есть, можно есть молочное. Нормально, а у кого молочное усваивается? Кислонолочное лучше, да? А сухарик его взять тоже? Потому что она привыкла молочное есть. Значит, далее... Если вместо хлеба сухарики нет, тоже не надо. Какая-то сухарика нет. Вот смотрите, интересные вопросы вы задаете. А у меня есть... Что такое сухарь? Сухарь это сухой клей, да? Сухой клей. Он уже не вкусный. Когда вы его съедаете, для того, чтобы он стал, как бы сказать, вот-вот-вот жидким, на него выделяется опять-таки из той же крови жидкость, которая образует вот эти все сухи. И в итоге кровь возгущается. И после сухари вам хочется пить. Значит, если, как бы сказать, имеются камушки, и вы боитесь. В жестком пузыре, они уже твердые есть. Значит, тут метод другой. Я досконально не вспомню, я просто знаю, что есть. Это, значит, берется свекла. Вы можете там найти, вот, в моих там рецептах лучше это обратитесь. Берется свекла, выгоняет там килограмм, полтора-то свекла, режется. Заливается, допустим... Не берем. Свежем. Нарезается аналогиками. Заливается тремя литрами воды где-то. И все это выпаривается. Выпаривается, и у вас получается, что где-то из трех литров, а то лучше там из пяти литров, получился один литр. Ну, потом вот этого самого отвара. И оказывается, вот этот отварчик, и он растворяет камушки. И вы по старухой ложечке будете пить с утра регулярно. Зарядили перед едой, только раз, раз, раз. И не заметите, как они сами растворятся и будут. Без всяких вот эксимоний. Сколько свеклы на пять литров? Трех килограмм? Трех килограмм? Ну, на пять литров это полтора. Полтора килограмма. Полтора килограмма? На три килограмма. Да, где-то килограмм полтора. У меня, знаете, такие интересные вещи были. Я же вот, ну, вы видели, передачу вел, да? Мне как напишут рецепты. Вот примерно рецепты эти, неразбирающиеся редактора. Ну, грубо говоря, там, три килограмма на один килограмм воды. Я думаю, нифига себе от этого написали. Мне приходится все это фильтровать, чтобы не сказать. И варить, то есть, это что значит, ее варивать? Это только как бы... Выкипит. Да, она пускай слабо кипит и уходит. А, кипит. И, ну, да, выварит. И будем варить... А до какого количества? До литра. До литра. Светили. Зачем это делается? С пяти литра правильно, а что с пяти? С пяти, с пяти. Ну, он сказал, что лучше с пяти. Ну, лучше с пяти можно, а с треха. Там пропорцию так подводят. Смотрите. Для чего это делается? Оказывается, вот эти пигменты, которые имеются, красочные пигменты свеклы, именно вот эти самые частицы, они способствуют растворению. Понимаете? Для чего их надо взять, выкипить? То есть, оказывается, растворяют вот эти вот частицы, которые имеются. Они, как правило, окрашивают. Там сосек, там другие еще какие-то частицы, еще, еще. Вот эти именно пигменты, они хорошо, оказывается, абсорбируют и растворяют. А свекла еще есть пигмент? А приемлем есть. Она уже выводится в сэкапе. Принимаем парнюю здоровую ложку. По старовой ложке, да, зарядили, да. И смотрите, вы так поступаете. Старая ложка нормально пошла? Нормально пошла. Значит, на следующие полторы, на следующие до полстакана доведите, нормально. То есть, можно эту процедуру ускорить, а можно, знаете, там растянуть ее там. Ежедневно, да? Ежедневно, да. Если кончилось у вас, делайте еще. А потом, если раз есть желание, можете УЗИ сделать, можете там не делать. Вы чувствуете, как, что вот это. Ну, на тощатку. Ну, лучше так, а сейчас вот это все должно действовать от а сейчас, потому что она же должна всосаться, и эти пигменты пошли. Кстати, кстати, когда вы будете поменять свеклу, вот такую свеклу, или свекольный слух, что с вами дальше может происходить? Вы можете сходить в туалет, значит, по маленькому, и увидеть, что моча у вас окрасит всекольный свет, да? Вот как ваша рубашка поднимет. Да. А с чем это говорит? Это говорит о том, что ваша фильтрующая способность почек ослаблена. И они дыряют. Но вы потихонечку будете применять, 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 и увидите, что почки стали лучше фильтровать. И уже не пропускают. И более того, а знаете, вот мы с учетом говорили, что у нас есть еще энергетические наши тела, вот эти все эти энергии, да? Они на самом деле все-то есть, просто кто-то замалчивает, кто-то там отвергает, кто-то там принимает. Ну, что получается? То есть мы с вами являемся источником, который постоянно вырабатывает жизненную силу. Вот некоторые, знаете, говорят, косметические средства, у вас плохо стала кожа работать, мы что-нибудь вам наляпаем снаружи и так далее. Ну, это вообще-то неправда является, потому что мы строимся изнутри. Изнутри, наружу, раз, и нам главное, как вы сказали, нутро наше останавливается, она будет нашу, так сказать, что потом, вот кожа-то, менять. Так вот смотрите, что получается? У нас постоянно мы являемся чем-то церном, мы вырабатываем жизненную энергию, которая, значит, поддерживает структуру нашего эфирного войника, вот копию, да, энергетическую, и плюс она пропитывает все наши жидкостные средства. Жидкостные средства, да, пропитывают? И оказывается, древняя заметная интересная вещь. Если почки слабы, то вместе с мочой, а моча, как раз, вытекает и жизненная сила. Почки держат нашу жизненную энергию, чтобы она не утекала под облирую. Потому что как только почки плохо работают, человек буквально как спущенный шарик, как шшшшшш, и все. И вы как раз будете смотреть. Свекла окрашивает? Ага, окрашивает. А вот меньше, а вот меньше, вот меньше. Почечки лучше, и вы будете гораздо лучше. Гораздо лучше проживать, и лучше себя чувствовать. То есть вот такая вот интересная вещь. Значит, существует еще, конечно, очень много вообще вариантов очищения печени, почек. И на следующее занятие мы поговорим. Я дам простые вещи. Это мне некогда сказать программой. Ну, попросили, я вам там рассказал. Все, что я знаю, я ничего не вытаиваю, потому что в моем он еще нет. Существуют, знаете, вообще изощренные такие методы очищения печени. Они там длятся где-то месяц-полтора с помощью различных травм. Ну, вот я их все описываю в своей газете, в Малахов-пол. Я говорю, можете туда подписаться, да? 5 рублей газета. Малахов-пол газета. Вот я стараюсь для себя что-то новое сделать, и она вам будет довольна. То есть она вот из интернета, вы описали, и она так. Еще раз, чтобы я не говорил, что такое слово. Малахов-про. Про. Латинскими-русскими? Да, там английскими-про. Ну, наберете, она там выскочит все. Простите, а вы третий способ не написали? Скажите, а вот латинскими-русскими, что можно делать на стойку? Сейчас, подождите, 20 человек, я не сооружусь, что ко мне. Еще раз, вот несколько человек. Третий способ я рассказал про этот самый. Если мы свеклу один. То, что и вы свеклу валиваете. Я так понял? Нет, нет, нет. Вы пьете свеклу двое, а затем яблочек, вот что-то и травится. А свеклу уже резан методом. А это черепота же было? Да. Это черепота. А вот свекла это для того, чтобы там было. Для свекла это для растворения камни в желчном пузыре. Да, да. Это не чисто. Это для специально, для растворения этих. Это для мягкого растворения. Чтобы вы даже не заметили, свекла вываривается и помирается. Нет, нет, я вас украдаете, хочу спросить вас. Вы сказали, что третий способ чистой печени. Одна с того, что это сок из свеклы. Это для обычного сока. После этого через час поесть каждую гречневую и яичневую. Нет, нет, нет. Это, знаете... Для печени. Это для печени. Хорошо. Плюс когда едите, и всё, он чистится. Наш организм, смотрите, создать его условия... Ну, знаете, вот на голоде он хорошо чистится. Вот я голодал сам 40 суток, и я прекрасно знаю, что там в себя выходит. То есть, меньше вводим, он больше выводит. Много вводим, он не успевает. Можно просто вводить. Создайте вот эту, немножечко поменьше там, еды, и он начнет лучше выводить, он сам очистится. А тут мы как раз вот эти... Почему я говорю, хлеб отмрасываем, вот это мучное оно, если вы знаете, это домашний хлеб, но ещё промышленное производство, ну, слишком она вот какой-то от своих хлеб-то уносит нехорошим. Даже зерновой хлеб? Ну, зерновой можно. Ну, лучше кашу там. Единственное, знаете, как я так привык к кашам, и ем их, и я в хлебе ничего не, ну, как сказать, не знаю. Ну, гречном ещё. А вот хлеб бывает, когда я еду по трассе, останавливаюсь там где-нибудь в лосино или ещё, ну, какие-то, и они свой хлеб там векут. Вот там я ем хлеб, и мне хочется его есть, понимаете? Он совсем другой. Маленькое производство, там как-то они вот не так делают. Промышленность большая. Чем хлеб плохо? Тем, что там векут дрожжи. Дрожжи – это... Сейчас вам не это самое хотят подумать. Вы можете посмотреть на свой язык. Если он белый, это в отчасти вот это вот и дрожжевые вот эти вот все. Прямо утрам надо. Перечиваю. Чищу. Специально ложечку. Ну, есть, да. Такие процедуры. Значит, я говорю, есть очень изощрённые, там, с помощью травм, понимаете? Вот у древних, если читать, древних врачевателей, у них там отводится где-то 2-3 дня на подготовку к чистке печени. В чём она заключается? Заключается очень просто. Вот когда я разбирался, мне очень нравится разбираться именно в механизмах. Значит, следующее. Наше тело представляет, грубо говоря, своеобразный студень. Да? Этот студень, там идут маленькие циркуляционные процессы. Так вот все древние поступают так, чтобы эти циркуляционные процессы и этот студень разжижить. Почему мы горелку применяем? Для того, чтобы разжижить желчь, которая подростила. Так тут всё смягчается, понимаете? Вот эти сосуды, ротоги желчные, они, знаете, не жёсткие, они не жёсткие, они должны быть мягенькие. Поэтому вот это, там может быть прогрев, ну помимо грелки. Значит, применяются травы, которые разжижают. Травы там обычно горькие такие. Три дня, раз. Более того, мы ещё не говорили о паразитах, они убивают различные паразиты, потому что любая субстанция в организме, любая субстанция крови, сопли, желчи, внутри кишки, это субстрат для развития каких-нибудь этих грибков и бактерий. Они делают из него, знаете, такие вот, как водоросли. Я думаю, что это из меня выходит тут особенно на водоросли? Как водоросли, представляете? Она вот делается типа сопляка вот как вот, и всё. И туда даже, допустим, если начнёшь применять какую-то чистую, она ничего не доходит. Стоит эта сопля. Потому что оказывается, любой паразит, он же не просто паразитен, он создаёт цвету, которая его должна ещё и защищать. Вот помните всех кокон? И хренокоп там кокон что-то создал, кокон в голове там, если киста там, кокон, всё это там такое. И всё, и сидит там, и посасывает нас, и не доберёшься. А тут как раз вот эти вот травы на эти три дня только раз-раз-раз-раз-раз, они их убивают. И она уже не держит. А то она, понимаете, ну грубо говоря, если вот как водопроводит, вот тут какая-то водоросль, а вы пытаетесь как-то там, ну, простым перри там или чем-то прочистить, тогда она сюда не пройдёт. Вот эта водоросль. Она уже убирает. А что? Так вот эти вот травки убирают, потом такая хрупкая, какая-то жижа выходит. А иногда она выходит, знаете, из такого чёрного-образного цвета. Ужас. Это полы тысячи тысячи. Чёрт, да? Ну я вам расскажу, какие там травы. А если ежедневно принимать горечи, а если ежедневно принимать горечи? А мы поговорим об этом завтра. У нас уже... Скажите, Аня. Чего? А вот смотрите, следующая вещь для печени, смотрите. Надо чётко понимать. Первое. Это чистка. Вот эта чистка может быть жёсткая, может быть мягкая, растворение камней и так далее. Раз. Мы почистим её. Далее. Просто питание для печени, чтобы оно нормально работало. Вообще-то, вообще-то, питание оно такое, так как наш организм это свободный комбинат, его надо таким питанием, которое бы его щадило, но не разрушало. Это, как правило, тушёные овощи, каша, немножко там мяса, рыбка, там какие-то борщи, супы, может какого-то искусственного такого, чтобы не было, или слишком сухого. Потому что сухое всё, наверное, жидко взять и сделать, потом хочется пить и что-то такое. То есть, чтобы она его не портила. И, наконец-таки, как вытяжка расторопша, оказывается одно из растений, которое восстанавливает клетки печени, то есть способствует отдавлению. И это живых, это расторопшие или там экстракты расторопшие, используются практически во всех лекарствах для восстановления печени. Ну, раз сделали вытяжку, значит, она что-то там стоит и так далее, потом назвали уже не расторопших от металла. Ну вот. И, кстати, цвет, вы заметили, какой цвет? Вы ещё о цвете вообще не говорили. Цвет расторопший. Коричневый такой. Вот, как рубашечка. Сок свекольный, как рубашечка. Представляете? Оказывается, а сама печень? Как рубашечка. Представляете, всё это настроено так, чтобы действовать. Наталья Павловна, включайте, пожалуйста, на меню. А сейчас мы посмотрим с вами это вот кино. Да, кино, то есть я рассказывал о том, что я самостоятельно снял. Насмотрелся на первом канале, как они снимают. Ничего сложного нет. Дай, думаю, сам-ка я сниму. Я сделал целый цикл передачи «Целебная кулинария». И дай, думаю, что в этот момент улучшается дикер. Субтитры подогнал «Симон»